Вероника Ивашенко И Сергей Рублев Друзья, в течение целого года Журналисты, причем сотни журналистов И блогеров, а также тех Кто просто хочет связать свою жизнь С журналистикой, как мы с Сережей Они со всех континентов боролись За звание лучшего по версии фонда И телерадиокомпании Русский мир Десятки выпусков новостей вышли в эфир Нашей телерадиокомпании И ни один из них не обошелся без сюжетов Соотечественников Из самых разных уголков Планеты Несмотря на то, что по всему миру Бушевала пандемия и продолжает нам Все мешать и мешать, наши корреспонденты Продолжали активно снимать сюжеты О жизни русского зарубежья И записывать при этом радиопрограммы Очень опасная профессия Журналист Из-за сложившейся непростой ситуации В мире, о которой только что Вероника Нам упомянула, мы проводим конкурс Полностью в онлайн формате В первую очередь хотим поблагодарить Фонд президентских грантов Который поддержал организаторов И помог провести это Не побоюсь слова Масштабное мероприятие Полностью с тобой согласна Радмила Олимбиковна Давыдова Руководитель проектов фонда Президентских грантов По развитию гражданского общества Направила в адрес наших дорогих участников И победителей видео Приветствия, внимание на экран Дорогие друзья Сегодня мне особенно гордо И приятно принимать участие В церемонии награждения Четвертого телевизионного и радиоконкурса Корреспондент русского мира Данный проект реализуется При финансовой поддержке Фонда президентских грантов С первых дней я являюсь Куратором данного проекта И в свою очередь Мне бы хотелось особенно искренне Поблагодарить команду Которая работала едино и слаженно Это руководитель телерадиокомпании Руководитель проекта Всеволод Игоревич Шерезнов Это шеф-редактор телерадиокомпании Евгения Фахурдинова Это редактор Полина Прокопенко Оператор Андрей Челышев Редактор радио Альбика Ильясова Звукорежиссер Диона Николаева Это работа главного редактора Любови Курьяновой И режиссера монтажа Марианны Голевой Каждый из вас внес частичку себя В одну общую и главную победу Традиция живет четвертый год Конкурс проводится в этом году в четвертый раз Но впервые он проходит в онлайн формате И издержки пандемии Они открыли даже новые точки роста Новые возможности для участников Поступило 525 работ 55 стран мира Это не просто результат Это действительно качественная Достойная, красивая победа Самой популярной номинацией Стал лучший народный корреспондент Поступило огромное количество работ И насколько я знаю Как поделились организаторы Эксперты и жюри Долго определялись с выбором победителей Но наверное сегодня победят Действительно достойнейшие Хотелось бы благодарить И особо сказать большое спасибо Партнерам проекта Это Союз журналистов России Это Академия радио Проект комплексный Проект общий Проект, который обязательно Будет иметь будущее Потому что после церемонии Награждения запланирована Огромная, ежедневная Комплексная информационная работа Это онлайн тренинги Мастер-классы, лекции От именитых журналистов Хотелось бы сказать Что в этом году в конкурсе Принимали участие не только профессионалы А и те, кто только делает шаги Первые шаги в области Русскоязычной журналистики Кто-то из вас принял решение Поступить на этот факультет И выбрать журналистику Делом своей профессиональной деятельности Я поздравляю вас Поздравляю каждого С вашей главной судьбоносной победой От всей души желаю вам Новых побед, новых открытий Новых добрых и действительно важных И эффективных проектов До новых встреч, друзья И хотелось бы сказать отдельно Журналистика – это не просто профессия Это призвание Благодарю всю команду проекта Организаторов этого важного мероприятия И до новых встреч Всего в четвертом международном телевизионном радиоконкурсе Корреспондент русского мира Приняло участие более 500 человек География участников составила 55 стран мира От России до США От Южной Африки до Исландии Представляешь, Вероника? Огромное количество участников Очень интересно И мы всех, ребят, поздравляем, конечно же Но пришло время объявить победителей Итак, первая номинация у нас С победителями Которой мы сейчас вас познакомим Это великий и могучий Так называется номинация Она была посвящена, как вы думаете, чему? Ну, конечно же, видеосюжетам О популяризации и продвижении русского языка за рубежом Вероника, я предлагаю еще немного Пощекотать нервы нашим участникам И посмотреть видеообращение От известного российского журналиста Писателя и советника президента России По вопросам культуры Владимира Ильича Толстого Внимание на экран Добрый день, дорогие коллеги, друзья Я искренне рад возможности Поздравить сегодня Победителей конкурса Корреспондент русского мира Это прекрасное дело То, что Во всех уголках мира Есть люди, которые Говорят по-русски Пишут по-русски И рассказывают нам о том Самым интересным, что происходит Вокруг них, в этом огромном Нашем общем русском мире Я сам журналист по профессии И поэтому мне Особенно приятно поздравить Коллег, как опытных, так и начинающих С тем, что Вы посвящаете свою жизнь русскому слову Это главное, что у нас есть Это самое главное богатство наше Может быть важнее Экономических достижений И даже достояния наших недр Потому что именно русское слово Объединяет всех людей Которые живут на необъятных просторах Нашей планеты И любят русскую культуру Ценят принадлежность К огромному русскому миру Этот конкурс позволяет Объединить людей Которые не знают друг друга Не знакомы друг с другом Но они составляют Огромную общность И таким образом Становятся ближе Друг к другу Я очень искренне поддерживаю Такое начинание Конечно надеюсь на то, что Впоследствии пятый конкурс Станет очным Когда люди смогут встретиться Увидеться в одном месте Получить мастер-классы От ведущих российских журналистов Но сегодня обстоятельства таковы Что церемония вручения происходит онлайн Тем не менее Это не умаляет достоинств победителей Я искренне поздравляю всех Кто стал номинантом И победителем этого конкурса Удачи всем И давайте беречь И дорожить Нашим русским миром И нашим русским словом Ну что ж, друзья Теперь волнительный момент Кто же одержал победу В номинации Великий и Могучий Вероника, в твоих руках Третье место Сейчас буду специально делать это Очень медленно Шучу, шучу Хорошо, конечно Итак Третье место В номинации Великий и Могучий Получает замечательный Талантливейший коллектив Международной школы имени Михаила Ломоносова В Берлине Педагог Вячеслав Берман Язык лош прекрасный, богатый и звучный То мощный и страстный То нежный и лучший В нем есть и усмешка И мягкость, и ласка Написаны им И рассказы, и сказки Страницы волшебных Волнующих книг Люби и храни Наш великий язык Сережа, обратил внимание, как ребята из Берлина Хорошо по-русски говорят Мне кажется, вообще это потрясающе Вообще Германия Там достаточно большая, кстати, русская община Поэтому мне бы не знать Да, Вероника, глядя на такие сюжеты Понимаешь, что растет достойная смена Которая будет передавать из уст в уста Русскую речь В подарок ребята получают диплом Покажи, пожалуйста, диплом Смотрите, какой красивый Та-да-да-дам И книги от нашего партнера Издательства АСТ Я люблю русский язык И школьный словарь русского языка На одной книге Смотришь, какая прелесть И, кстати, еще набор Чайной мастерской Шаман-чай А также штатив для блогера И светодиодную подсветку Внешний аккумулятор для телефона Куча подарков Как здорово И это всего лишь третье место Что же будет дальше? Когда наши коллеги позвонили Собственно, в эту школу Ломоносова в Берлине И рассказали, что ребята победили Они сразу своему счастью не поверили Поэтому прислали нам замечательное такое Ответное приветствие Давайте его вместе посмотрим И еще раз за ребят порадуемся С удовольствием Добрый день, дорогие друзья Мы ученики международной школы Имени Михаила Ломоносова в Берлине Меня зовут Хара Здравствуйте все Меня зовут Кирилл Я Амина Я Наталья Здравствуйте Меня зовут Хиля Леуиза Принеслава Шмидт Я учусь в втором классе Приветствуем члены жюри, зрители И участника конкурса Корреспондент русского мира Хочется также отдельно рассказать О номинации «Великий и могучий» Цель данной номинации заключается В продвижении и популяризации русского языка за рубежом И именно данную цель Преследует наша школа в городе Берлин Заучивание стихов на русском, а также немецком и английском языке Является давней традицией нашей школы Именно поэтому мы быстро определились с идеей конкурсного сюжета Я люблю русский язык Я знаю Много стихов И один стих я Рассказала для конкурса Мы хотим поблагодарить вас За такую прекрасную возможность Проявить наши творческие способности И конечно за определение нашей работы В число победителей Спасибо и удачи всем финалистам Ну что ж, Вероника, мы переходим К почетному серебряному второму месту В номинации «Великий и могучий» Внимание на экран! Наверное, все вьетнамцы, изучающие русский язык Знают доктора наук, доцентом Гуэн Тьет Мин Которая внесла весную вкладь Не только в распространение русского языка И русской культуры во Вьетнаме Но и в управление дружбы И развитие сотрудничества в сфере образования Между Вьетнамом и Россией Для нее русский язык — это судьба И нить, объединяющая членов семьи Я не знаю, чем гордиться Наверное, гордиться тем Что я смогла Для свою жизнь Подготовить, наверное, тысячи учеников Преподавателей русского языка И переводчиков Но больше этого То я Имела возможности Развить эту любовь Вот трех поколений Итак, друзья Победу одержал Ты-дым-ты-дым Ты-дым-ты-дым Барабанная дробь Которая сегодня у нас не присутствует Но я вместо нее Итак Номинация Великий Могучий Второе место Одержал победу Фам Нгок Ан Вот так вот Это наш коллега из Вьетнама Со своей работой Посвященный преподавателю Которая всю свою жизнь Отдала изучению русского языка И, конечно, ну какой победитель у нас Без подарков Значит, Фам Нгок Ан Получает вот такой диплом Та-да-да-дам А также подарки Подарки Опять-таки Книги от издательства АСТ И набор Чайной Чайной мастерской Шаман Чай Да И замечательный диктофон Зум Потрясающе Нужная вещь, кстати, журналист Очень нужная Очень нужная Свой видеопривет, конечно же Фам нам прислал Давайте его сейчас посмотрим Это солнечный Вьетнам На связи Немножко погреемся Здравствуйте, меня зовут Ан Я из Вьетнама Я работаю редактором И переводчиком На радио голос Вьетнама Я очень рад стать Одним из победителей Конкурса Организованного фондом Русский мир Честно говорю Это для меня Большой сюрприз Я хотел бы сказать Спасибо членам жюри За высокую оценку Моей работы Благодарю Оркомитет За интересный конкурс Который Принес Большую пользу Всем участникам Я знаю, что В последние годы Фонд Русский мир Проводит много Интересных Конкурсов Для Не только для Школьников И студентов Изучающих русский язык Но и для Корреспондентов И журналистов Которые Любят Россию И Русский язык Я рассказал Об этом Своим коллегам По работе И узнал Что все Они интересуются Вашими Конкурсами И Уверен Что в будущем Все больше людей Будет принимать Участие В ваших Конкурсах И я хотел бы Сказать Я хотел бы Пожелать Будущим Конкурсантам Удачи И Исполнения Желания Посетить Россию Ну Когда Пандемия Ковид Ковид Закончится Итак Безоговорочным Победителем В номинации Великий И могучий Стало Стал Сейчас мы узнаем Интрига Стал Может стал И Первое место Достается Всем известной Заслуженной Журналистке России Радиолегенде Между прочим Диане Берлин За что же Эта Безоговорочная Победа А вот за что За документальный Фильм Колокола Свято-Данилова Монастыря В музее Фаберже В Санкт-Петербурге Гарвард Это картина Из цикла Россия Далее везде О людях И событиях Прославивших Россию Которые Можно увидеть В эфире Общественного Телевидения России Как это здорово Давайте Прямо сейчас Познакомимся С победителем В номинации Великий И Могучий Иван Бунин И Билл Гейтс Император Николай Второй И Натали Портман Казалось бы Что может быть Общего У этих людей Разделенных Временем И океаном Неповторимые Голоса Именно этих Колоколов В разные Времена На разных Этапах Жизни Сопровождали И российских Императоров И будущих Президентов Америки И рядовых Москвичей И студентов Гарвардского Университета А среди них Все те же Билл Гейтс И Натали Портман И выдающихся Профессоров Лучшего вуза Американского Континента И насельников Древнего Свято Данилова Монастыря Поздравить Диану Иосифовну С победой Вручить ей Призы и подарки Отправилась Наша съемочная Группа А мы поехали Никуда не будь Между прочим А в легендарное здание На Пятницкое 25 В так называемый Домрадио В котором мы С тобой уже были Сереж Где начинали Вообще-то свою карьеру Юрий Левитан Великий Владимир Познер А также Владислав Листев Вообще Многие-многие другие Внимание на экран Большое спасибо За столь высокую Награду И оценку Мне этот фильм Очень дорог Вообще Весь цикл Этот Россия Далее везде Очень дорог И мне И всей нашей группе Замечательные У меня Замечательные ребята И я горжусь каждым Россия Далее везде Это о тех Событиях И людях Которые появляются У нас На родине В России В России А известны По всему миру И дают толчок К новым Каким-то Задумкам Размышлениям Воплощениям Это седьмой фильм И вот этот Седьмой фильм Нам дорого Особенно Потому что История Очень трогательная И вообще Где-то даже Немножко страшноватая Но как же Так могло Получиться Чтобы в течение Многих Десятилетий Колокола Свято-Данилова Монастыря Находились Далеко-далеко В Гарварде В Америке И слава богу Что эта история Завершилась Удачно Да просто Счастливо Что тут Можно говорить И колокола Находятся В Свято-Данилово Монастыре Я хочу Поблагодарить Если можно Всех членов Нашей группы Во-первых Режиссера И он же Главный оператор Михаил Тимофеев Второй оператор Вячеслав Гуси Автор текста Замечательная Кира Карпенко Которая Прониклась Вот просто До конца Мне кажется Она плакала Когда писала Этот текст И редактор Нашего цикла Россия Далее везде Елизавета Павлова Ну а вам Русскому миру Спасибо Особое Потому что Ваша оценка Нам особенно Важна Никто Как вы Соприкасаетесь С нашим Русским миром Спасибо Всего доброго Уже Новый год Наступил Всем конечно Здоровья И много Много Удачи Теперь Самое время Вероника Перейти ко второй Нашей номинации Лучший народный Корреспондент Сюда вошли Новостные сюжеты А также Видеоматериалы Разных жанров И творческих решений Мы уже готовы Озвучить имя Конкурсанта Который получил Почетную бронзу В этой номинации Да Заветный конверт У меня в руках Звучит опять Барабанная дробь Которая вы Представляете Ванфары Музыка нагнетает Чепчики Чепчики Летят И так Третье место Достается Нашему соотечественнику Максиму Кравчинскому Поздравляем Номинация Лучший народный корреспондент Добавлю что Максим живет в Канаде Между прочим Занимается он Журналистикой Как мы уже поняли Молодец Пишет книги Очень талантливый На конкурс Максим прислал Видео историю Об отце Канадского балета Которого зовут Борис Волков И мы предлагаем Прямо сейчас Вашему вниманию Небольшой фрагментик Давайте вместе Его посмотрим Давайте посмотрим У поэта Бориса Рыжева Есть такая строка Где обрывается память Начинается старая фильма Чтобы память не обрывалась В конце прошлого года Наш телеканал Приступил к съемкам Нового документального фильма Об одном удивительном человеке Это наш с вами соотечественник Русский эмигрант Борис Волков Которого здесь В Канаде Называют не иначе Как отец канадского балета О Борисе Волкове Мало известно Даже специалистам Хотя он действительно Стоял у истоков создания Национального балета Канады И по праву Зовется сегодня Отцом канадского балета Максим уже давно Коллекционирует Материалы о русской эстраде В эмиграции Представляешь, Вероника Снимает документальные фильмы Рассказывает о жизни За рубежом Впрочем, давайте Все узнаем Из первых уст Хочу поблагодарить Всех членов жюри И своих коллег Которые принимали Участие в этом конкурсе Я с интересом Смотрел репортажи Представленные Ну совершенно На разные темы И людьми Из разных уголков планеты Было очень интересно И приятно Слышать, что Русский язык Звучит Его не забывают Что русская культура Она изучается Она пропагандируется Мы тоже стараемся Здесь этим заниматься По мере сил Так что передаю привет Всем моим коллегам Еще раз благодарю Членов жюри И надеюсь До встречи Через год На пятом конкурсе Корреспондент русского мира Всего доброго Пока Итак Максим Кравчинский Получает награду За третье место Мы отправляем в Канаду Что? Как всегда Диплом И пакет С большими подарками Или может С маленькими подарками Но очень ценными Да Главное их будет много И они все будут От души А мы переходим К следующему конкурсанту Который у нас Получил второе место В номинации Лучший народный корреспондент И это Это кто? Сейчас беру Беру конвертик Секунду Барабанная дробь Чепчики Все как всегда Итак Номинация Лучший народный корреспондент И второе место Достается Александру Молодину Ура Добавлю сразу Что у нас Александр Молодин Из США Между прочим Исследовал историю 20 века И даже узнал Что райские острова На Гавайях Я не был Я тоже к сожалению На Мальдивах бывал А на Гавайях Видела Вот Гавайи оказывается Вполне могли быть русскими Сереж Представляешь Так что давайте Как Аляска Да Посмотрим Как это было Когда это была История не имеется Слагательного наклонения Но порой так хочется Помечтать о том Что было бы Если бы Все таки Русская миссия На Гавайи В 19 веке Увенчалась успехом Стали ли бы Гавайские острова Всесоюзной здравницей Либо Гавайская ССР В Советском Союзе А может быть большим транспортным хабом Или Гавайской областью В современной России С приветственным словом И добрыми пожеланиями Обратился к нам из США И сам Александр Давайте посмотрим Давайте Здравствуйте Уважаемые участники Сегодняшнего мероприятия Коллеги по съемочному цеху И члены жюри Это большая честь для меня Принять участие В столь масштабном конкурсе И особенно отрадно Получить признание Моего короткого фильма О русском освоении Гавайских островов Мой фильм Не только рассказывает Историю русского присутствия В сердце Тихого океана Но и поднимает Проблемы Состояния Русского культурного наследия На Гавайских островах Ну и в США В целом Сегодня Это действительная проблема Повсеместно В США Сносятся памятники Русских исторических деятелей Закрашиваются Произведения Русского Монументально-декоративного искусства Переименовываются Важнейшие объекты Русской истории И культуры С вычеркиванием Всякого упоминания О принадлежности Их Русскому миру Культуре И истории России Хочется верить Что этот конкурс И эта торжественная Церемония Станет важным толчком В популяризации Русского культурного наследия И истории Российских соотечественников В США Спасибо еще раз За возможность Показать фильм Русский Гавайи На широкую аудиторию Это много значит Для россиян Проживающих в США И всего Русского мира А мы поздравляем От всей души Конечно Александра Молодина Со вторым местом И отправляем ему Посылку с дипломом С подарками В которые Входит набор Отчаянной мастерской Шаман чай Книгами От издательства АСТ разумеется И очень нужная Классная вещь Диктофон Зум Да Которую мы уже Лицезрели Да Итак Пришло время Подвести итоги Номинации Лучший народный Корреспондент И озвучить имя Того Кто же Получил Настоящее Золото Первое место Кто Так И я Рука Тянется Дрожащая рука Должна Рука Должна Обязательно Дрожать Итак Под 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 Сюда Под гримом Он где-то есть Номинация Лучший народный Корреспондент Первое место Достается Детскому Киножурналу Мандарин Хорошее название Здорово Поздравляем Друзья Подготовила его На самом деле Вот этот материал Который победил А именно Это было путешествие Из Египта В Россию Подготовила его Команда Юных Талантливых Журналистов Из детского Киножурнала Мандарин Которым Я уже Объявила Так что Давайте Быстенько Посмотрим Тот самый Талантливейший Фрагмент Победителей Давайте Посмотрим Сальма Ты уверена, что мы все правильно делаем? Конечно, уверена Навигатор налажен Я проверяла Сальма А может не стоит так рисковать? Тащите, девочки Тащите Времени мало Дали-то далекие Самолеты Видите, у них не летают Видишь, с чего вы думали? Вот и приходится чудесами заниматься Кокошники Взяли Сарафаны Пошили Полетели Улетай на крыльях ветра Смотрите Россия Да Это самая большая страна в мире Здесь раскинулись обширные лесные массивы Расположены горы И самые глубокие озера Ну вот, мы на месте Пора начинать Друзья, с приветственным словом К нам обратился руководитель детского киножурнала Екатерина Маркова Давайте познакомимся Того самого киножурнала, который победил «Мандарин», правильно? Да-да-да Давайте посмотрим Давайте Здравствуйте, уважаемые участники Четвертого международного конкурса Корреспондент русского мира Здравствуйте, уважаемые жюри Меня зовут Екатерина Маркова Я руководитель детского киножурнала «Мандарин» в Египте, в Хургаде Мы безумно счастливы, что наша работа в Россию сквозь тысячу и одну ночь Была столь высоко оценена жюри и вошла в число финалистов Тем более, что мы впервые принимаем участие в этом конкурсе Киножурнал «Мандарин» — это детско-юношеский проект, созданный в 2019 году для детей соотечественников Главными целями киножурнала является привитие любви к русской культуре, языку, расширение кругозора ребят Киножурнал «Мандарин» — это авторский проект художественных и документальных фильмов, телепередач и телеспектаклей И мы были рады поделиться с вами одной из своих работ За свою отличную работу девочки и руководитель киножурнала получают награду за первое место Это почетный диплом и целый набор, как всегда, подарков Поздравляем и желаем дальнейших творческих успехов на стезе журналистов Это точно! Здорово с самого детства начинать, ведь правда? Да, вот точно! А сколько группа «Непоседы» дала нашей эстраде талантливых певцов и певиц А также, я думаю, что «Мандарин» тоже А ты с детства хотел журналистом быть? Я с детства хотел быть Быть? Молодец, ты есть! У тебя получилось! Еще одно видеоприветствие в адрес наших конкурсантов Поступило от директора Музея Победы Александра Яковлевича Школьника Давайте вместе посмотрим А сразу после этого обращения вы узнаете, кто стал победителем в специальной номинации Посвященной 75-летию Великой Победы Все внимание на экран Дорогие друзья, лауреаты 4-го международного конкурса «Корреспондент Русского мира» От души поздравляю вас с победой Вас можно с полным правом назвать посланниками Русского мира Проводниками русской культуры, ее ценностей и идеалов В наш высокоскоростной век информационные потоки стремительно меняются И среди обилия новостей важно вычленять главное Обращаться не только к злобе дня, но и к вечным темам А русский мир – это наша история, культурное наследие, наша память Которая связывает поколение прочной нитью традиций и ценностей Необходимо делать все возможное, чтобы эта нить не истончалась Так же, как и не стирался в памяти наших соотечественников во всем мире образ России Ее великий русский язык, многогранная русская культура Вы рассказываете о тех, кто близок к нам по духу О людях, их отношению к нашей стране, о поступках и делах Как заместитель секретаря общественной палаты России Хочу особо отметить, что своими программами, сюжетами, репортажами о русском мире Вы сплачиваете и объединяете людей, которым интересна Россия Помогаете дружбе и диалогу между народами Мне очень близки такие номинации, как «История одной судьбы», «Лучший народный корреспондент», «Наследники Победы» Большое спасибо за то, что вы рассказываете всему миру правду о Великой Победе О подвиге нашего народа в тяжелейшее военное время О судьбах людей, героически сражавшихся за наше общее будущее Сегодня, благодаря вам, голос корреспондентов русского мира звучит по всей планете На мой взгляд, главными качествами настоящего журналиста Всегда были и остаются честность, неравнодушные отношения к своей профессии Стремление, как говорил Пастернак, во всем дойти до самой сути В работе, в поисках, в пути Желаю вам успехов, интересных тем и сюжетов Покорения новых профессиональных вершин Всего вам самого доброго! Вероника, мы готовы озвучить имена конкурсантов Чьи работы высоко оценили члены жюри Итак, давай начнем с третьего места Как всегда, и ты знаешь, на третьем месте у нас интересная творческая работа И третье место достается очень талантливой 14-летней девочке Яне Анциферовой, которая создала мультфильм о том, как Кактус, представляешь, Кактус Спас семью в блокадном Ленинграде У меня бабушка прошла всю блокаду Ничего себе, герой Героиня Поздравляем, это действительно Как здорово, что дети снимают такие истории про войну Я считаю, что это нужно помнить И эту память передавать Мистикой и анимацией Давайте посмотрим Прошло полгода Наступила зима И началась блокада Так же, как и всем жителям Нам с мамой было очень трудно В квартире стоял холод Не было ни горячей, ни холодной воды Мы с мамой брали ведра И шли за водой к Неве Я как могла продолжала заботиться о Кактусах Ставила их поближе к печке и согревала для них воду Но, видимо, этого было недостаточно, и они погибали Вскоре у меня остался только Ванечка Что ж, Яна Анциферова из Москвы Бабушкин кактус Который был снят в студии компьютерной графики и анимации Комарфильм под руководством Судниковой Натальи Андреевны Бабушкин кактус – это мой второй анимационный проект Его яснила в целях сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне Своим короткометражным фильмом я хотела показать, каково было детям в страшных, суровых условиях военных лет Где они, несмотря на все трудности, не теряли порядочности и доброты Организаторам хочется сказать спасибо за поддержку молодых авторов в реализации собственных проектов Конкурсу от всей души и от чистого сердца хочется пожелать дальнейших успехов и творческого долголетия А его участникам скажу – творите, ищите, дерзайте, побеждайте Так, ну что ж, друзья, Вероника, мы переходим к объявлению следующего призера Второе место заняла работа из цикла «Победный трофей» Это история о наследниках победы, детях и внуков ветеранов войны Они рассказывают о героях, своей семье и ценностях, которые оставили будущему поколению Давайте посмотрим фрагмент этой работы Да, у меня в руках трофеи Их привезла моя мама С войны Но вообще-то самым главным трофеем для нее была я И в детстве меня все соседи называли Томко-фронтовичка Перед тем, как покинуть Германию, нашим девушкам разрешили заходить в дома, покинутые немцами И брать там все, что им понравится Она взяла вот эту скатерть, которая ей напоминала о мирной жизни, к которой надо было уже готовиться И вот эту пудреницу для девушки, которая три года провела в солдатских сапогах Это была диковинная вещь Автор этого трогательного сюжета мы сейчас узнаем Итак, номинация «Наследники победы» второе место достается Татьяне Воротиловой Журналист, шеф-редактор телерадиокомпании «Тюменское время» Давайте познакомимся, Сережа Давайте Здравствуйте, уважаемые организаторы, члены жюри и участники конкурса Спасибо за столь высокую оценку Мы в призерах Всем участникам удачи Ждем с нетерпением результатов Итак, меня зовут Татьяна Воротилова Я живу в Тюмени Работаю на телеканале «Тюменское время» Готовлю сюжеты в новости Делаю программы, спецрепортажи Еще я шеф-редактор Училась в Екатеринбурге на журфаке Уочно, эти годы вспоминаю с особым трепетом и теплом Именно тогда я впервые получила практику на телевидении И до сих пор занимаюсь этим любимым делом Еще раз спасибо за столь высокую оценку Всем удачи И надеюсь, пандемия закончится И живые встречи возобновятся Спасибо А мы наконец готовы объявить победителя в номинации Наследники победы Первое место у нас достается Телеведущей Светлане Игунну И видеооператору Алексею Зимину Мы поздравляем этот талантливый творческий коллектив Лучший сюжет о героях памяти и славы они создали А именно сняли вместе короткометражный художественный фильм О юных партизанах Белогородской области Я, кстати, был там, в этих краях Красота невероятная И знаешь, почему называется Белогород И вообще Белогорье Почему? Потому что там огромные горы из мела Белая красота невероятная Давайте посмотрим Я Рая Белых В 1938 году мы остались одни без родителей Со старшей сестрой Тосей Когда началась война Тосю мобилизовали на фронт Как военфельдшера Меня она оставила на воспитание медсестре Тетя Настя Мирошниченко В октябре 1941-го Когда немцы вошли в село Тетя Настя стала партизанской связной А я ее помощницей Я помогала раненым Готовила и убирала Носила хворост Каратели схватили тетю Настю в феврале 1942-го Меня она сумела спрятать Но сама умерла Под пытками Пощады не просила И не ждала Светлана и Алексей подготовили Небольшое видео приветствие И рассказали о своей работе Над документальным циклом Посвященным Великой Победе Здравствуйте Мы творческая команда Мира Белогория Мы работали над документальным циклом Программ солдатики Он называется И на конкурс мы отправляли Программу о партизанке Ребелых Наш цикл солдатики Рассказывает о детях героях Которые во время фашистской оккупации Не смирились Не сломались А посильно помогали Красной армии Приближали победу В то время как Многие взрослые Отсиживались дома И вот пока мы Не обратили свое внимание На эту тему Мы понятия не имели Что у нас в Белгородской области Оказывается Столько детей Вели эту работу Помогали Кто чем мог И в общем-то Внесли свой вклад В эту большую победу Мы хотим Поблагодарить Жюри За то, что оценило Нашу работу И сказать всем Участникам Что мы желаем вам Таких же открытий Таких же каких-то Новых историй И чтобы эти истории Находили отражение В ваших работах Творческая работа Солдатики Партизанка Рая Белых Занимает первое место И команде Светланы Игунну И Алексея Зимина Отправляется Почетный диплом Экшн-камера Сони Набор отчаянной мастерской Шаман-чай И книги от нашего партнера Это издательство АСТ Поздравляем Так, ну что ж, друзья Вот уже четвертый год В рамках конкурса Корреспондент Русского мира Проходит награждение Победителей В номинации Лучший сюжет О работе Русского центра И для объявления Победителей В этой замечательной Номинации Мы пригласили К нам в студию Исполнительного Директора Фонда Русский мир Владимира Вячеславовича Кочина Здравствуйте Владимир Вячеславович Здравствуйте Добрый день У нас В 2020 году Развернулась Верите Не верите Не шуточная борьба Борьба В этой номинации Несмотря на то Что год был Как вы знаете Карантинный Скажите Как вы оцениваете Работу Русских центров За прошедший год Ну вот потому Что год был Такой карантинный Поэтому и развернулась Не шуточная борьба За видеосюжеты Лучше О работе Русских центров Потому что Конечно Практически Все центры Столкнулись С тем Что надо Переходить Было в онлайн режим Все Были в разной степени Готовы Но Оправились Пришли в чувство И где-то уже Там с апреля Месяца Они продолжили Свою работу Больше того Оказалось Что допустим В Италии Число желающих Изучать русский язык На курсах Которые были Про русский язык В онлайн режиме Оказалось больше Чем было до того В очном Или оффлайн режиме Почему? Ну Для итальянцев Сидишь дома Пьешь кофе И попутно изучаешь Русский язык Это прекрасно Вообще Все наши Центры Ведь Условия ограничения В разных странах Были по-разному У нас 117 центров В 52 странах И Все Искали Свои возможности Продолжить работу Заявить о себе Привлечь новых Посетителей Новых слушателей На курсы И конечно мы За это благодарны Потому что За работой центров Стоят конкретные люди Которые Вот в этих даже Условиях Непростых Пандемии Где-то ограничения Где-то были Вообще Жесткие Локдауны Но они Все равно Продолжали Работать с теми Кто любит Изучает русский язык Библиотечные Режиссы Стали больше Использоваться Те которые Фонд Предоставляет Те которые Были В центрах Библиотеках Поэтому Несмотря на все Сложности Конечно Не было Такого Прямого Общения Не было Там совместных Чаепитий Встречи Там с Подающимися Деятелями Русской Культуры В центрах Потому что Просто Границы Были Закрыты Но все Искали Новые Варианты Работы С посетителями С теми Кто любит Русский Язык Все искали Новые Возможные Для популяризации Языка Культуры И очень Много Наших Сюжетов Телерадиокомпании Пришлось Кстати Музея Мания И Новости Русских Центров Когда они Посмотрели Друг на друга Кто чем Занимается Мы с ними Кстати Проводили Очень много Видеоконференций Как никогда Много Казалось Очень удобно И вот В ходе Эти видеоконференции Кстати Для меня Тоже неожиданно Они Много Узнали Друг о друге У нас На следующий год Уже наметились Такие международные Проекты Которые будут Реализовываться На базе Конкретных Центров Или допустим В Венгрии Это Олимпиады Которые По русскому Которые участвуют Не только Венгерские университеты Но и Университеты Многих стран Мира В том числе Китайские Находящиеся В Японии Такие же Проекты Будут Реализованы На базе Болгарских Центров Мы в общем Довольны Что люди Они Пложили Голову Собрались И продолжали Активно Быть нашими Сторонниками Продолжают Активно Популяризировать Русский язык Русскую культуру Рассказывать Об этом всем В конце концов Это способствует Тому что мы начали Лучше понимать Друг друга И больше доверия Между людьми Студенческая молодежь Вы знаете Она такая Не всему верит Но когда они Между собой общаются Они больше доверяют Друг другу Чем какой-то Официальной информации Это хорошо Это замечательно Чудесно Ну что ж У вас в руках Три конверта Пора объявить Уже победителей Все они замерли В ожидании Владимир Вячеславович Я даже не знаю Начнем с третьего места Начнем с третьего места Вот конверт На самом деле Есть такой Да На нем написано Третье место Так И сейчас я вытащу Я не смогу Зачитать Да пожалуйста Лучший сюжет О русском центре Третье место Жанна Уматова Участниками литературной гостиной Стали лицеисты Десятых классов Специализированного лицея Номер 165 Города Алматы Девушки и юноши Представили на суд зрителей Наиболее известные Стихи автора Одна из почетных гостей Заместитель председателя Россотрудничества В Республике Казахстан Консул Генерального консульства России В городе Алматы Ирина Переверзева Поделилась своими впечатлениями От знакомства с творчеством поэта На литературном вечере Президентом издательства Алматы Китабба Спасы Гаухар Саймасаевой Был презентован учебник Для седьмого класса Русская литература Для школ С казахским языком обучения Прекрасно Чудесно Мы поздравляем Жанну Жанна наверное смотрит нас Мы хотели поздравить Все вместе Да Жанна Уматова Руководитель центра Русский язык и культура Казахского национального университета Имени Аль-Фараби Автор этой работы Которую она предоставила Как вы уже поняли Еще раз я проговорю Жанну Уматова Она создала видео О праздновании 130-летия Со дня рождения Бориса Пастернака Вот И Получает заслуженное Третье место Да Еще Она нам прислала Ответочку Видео Привет Прямо из Казахстана Давайте посмотрим Внимание на экраны Давайте посмотрим Приветствую вас Дорогие друзья Всех ценителей Русского мира Прошел еще один год 2020 Год непростой для всех нас За этот год было немало потерь Немало побед и достижений Этот год прошел под эгидой 75-й годовщины победы В Великой Отечественной войне Несмотря на это Мы перестроились работать В новом Непривычном для нас формате Онлайн формате Несмотря на все трудности Все задуманное было реализовано Проводились традиционные Ежегодные Всемирный день поэзии Всемирный день писателя День космонавтики День славянской письменности Отмечен юбилей победы Международный день русского языка День семьи, любви и верности Кроме того Были отмечены юбилеи Антона Павловича Чехова Константина Симонова Сергея Есенина Александра Блока Владимира Шаинского И многих других известных личностей В 2020 году Международный конкурс Корреспондент русского мира Прошел в четвертый раз С каждым годом Конкурс набирает все больше обороты Участвует все большее количество участников В связи с этим Хотелось бы выразить Огромную признательность Нашему уважаемому жюри На суд которого Мы предоставляем свои работы А всем участникам Пожелать новых творческих побед Достижений в предстоящих конкурсах Ну что ж, друзья Мы поздравляем весь коллектив Центра русский язык и культура И отправляем туда посылку С дипломом заслуженным И подарками Это точно А пришло время узнать Кто получил советное второе место Чем дальше, тем больше напряжение Потому что второе место Тут все написано Что это второе место Я не перепутаю Я вот с волнением открываю Лучший сюжет о русском центре Второе место Фан Динь Хуанг Ура! Я так понимаю Это Вьетнам Это преподаватель, между прочим Русского языка Хошиминского государственного Педагогического университета Дорогие друзья Давайте познакомимся Мы студенты и выпускники Факультета русского языка И активисты русского центра Хошиминского государственного Педагогического университета Во Вьетнаме И у нас есть приветствие от серебряного призера Давайте посмотрим Давайте С удовольствием Участвуя в этом конкурсе Я сделан два видеоролика Первый видеоролик называется «Русский центр в Кошимине 10 лет длинный путь развития и сотрудничества» Дело в том, что 12 ноября 2022 года исполнилось 10 лет русского центра в Кошиминском педагогическом государственном университете Именно это являлось главной идеей данного видеоролика 10 лет – это не просто длинное время А это свидетельство для стабильного и твердого развития и сотрудничества между Россией и Вьетнамом В этом же видеоролике Очень много фото за период 10 лет русского центра в Кошимине И почти в любой фотографии Бывает Наталья Порисовна Зонкина С первого камня русского центра в Кошимине Она с нами прошла очень длинный путь За 10 лет она внесла Паншой в гляд в развитие русского центра И в распространение русской культуры во Вьетнаме А безоговорочную победу и первое место у нас получает барабанная дробь Самый тяжелый конверт Самый тяжелый Самый ответственный Самый тяжелый, да Жалко я барабана не захватил Осторожно, тут надо прочитать все правильно, без волнения Лучший сюжет о русском центре Первое место Гергана Желева, Радослава Стоянова и Франц Домянова Это наша Болгария, русский центр Городской публичной библиотеки в Старозагоре Они очень много сюжетов присылали, очень много информации на их работе Старозагор такой интересный город Где вокруг центральной площади все учреждения культуры расположены Библиотека, музей и театр Вот как так получилось, что можно по кругу эту площадь обойти и побывать везде Как здорово По всех учреждениях культуры, красивый город Ну, кстати, они ведь и много говорят о традициях дружбы между народами Болгарии и России Шибка ведь тоже там недалеко находится И они там каждый год совершают восхождение на Шибку Памятнику русским воинов, которые погибли и похоронены там в ходе русско-турецкой войны Сейчас мы находимся в региональной библиотеке имени Захария Княрского Она в самом центре города на перекрестке бульвара имени генерала Столетова и бульвара «Русский» Это культурный центр Старозагорой Здесь и наш русский центр Быть волонтером в русском центре большая честь для меня Потому что здесь я получила возможность общаться с людьми, у которых такая же любовь к России, к ее культуре и традициям Экипная работа важна и полезна для меня Так как события, мероприятия, в которых принимаю участие, помогают мне усовершенствовать мои цели и амбиции А мы поздравляем от всей души коллектив русского центра в Болгарии с первым заслуженным местом Отправляем, естественно, в Старозагору замечательные подарки, а именно диплом Набор чайной мастерской «Шаман-чай», экшн-камеру Sony и книги от издательства «Аисте» Внимание на экраны Давайте посмотрим Добрый вечер, уважаемые друзья Меня зовут Цветана Иванова Я руководитель русского центра региональной библиотеки имени Захария Княжеского, город Старозагора, Болгария Прежде всего, я хочу поздравить всех с Новым годом Пусть он принесет нам здоровье, счастье и новых успехов Что касается того, что мы в числе победители 4-го международного конкурса корреспондента русского мира Я хочу сказать следующее Участвуем, участвовали и будем участвовать Выражаем вам благодарность за отличный и замечательный организованный конкурс За профессиональные содействия и внимательные отношения к коллективу Я бы хотел добавить еще Вдруг 2021 год будет более удачно Мы, конечно, представители этого русского центра Библиотеки Мы пригласим на ассамблею, если она будет в оффлайн режим проходить Поскольку они стали уже опытными нас Операторами, художниками, видеомонтажерами Я думаю, они тоже сделают прекрасный сюжет О нашей ассамблее предстоящей Да, обязательно Я уверен, что следующий год уже А точнее уже наступивший год Он будет 100% более удачный и успешный Владимир Вячеславович, мы благодарим вас за участие в нашей торжественной церемонии награждения И приглашаем занять свое место в виртуальном зрительном зале Спасибо большое Ну а мы пока посмотрим видеоприветствия еще одного члена жюри, телеведущей, педагога по технике речи, ораторскому мастерству Ирины Брюсовой Замечательно Здравствуйте, дорогие друзья Я приветствую всех участников четвертого международного конкурса «Корреспондент русского мира» Радует, что несмотря на все перипетии и сложности, конкурс набирает обороты География конкурса растет, работ становится все больше и больше с каждым годом Мне, как члену жюри, сложно было выбрать лучшие Но они, эти работы, есть И это радует, это говорит о том, что профессия корреспондента Жила, живет, будет жить И является одной из самых востребованных Дорогие друзья, я желаю вам, чтобы Новый год принес вам новые идеи Интересные мысли А самое главное, любовь к тому делу, которым вы занимаетесь Всего вам доброго Следующая номинация приз зрительских симпатий, Вероника Была отмечена серьезно, конкурентно, там была огромная борьба Конкурентная Победитель был определен путем зрительского голосования Специальные рубрики на канале, на YouTube-канале Телерадио компании «Русский мир» Предлагаю посмотреть, чья же работа заняла почетную бронзовую медаль И которая получила более полутора тысяч просмотров Да, посмотрим? Да Мы в 2020-м Ровно год назад Лакинску исполнилось 50 лет 9 января 1969 года рабочий поселок Лакинский преобразован в город районного подчинения А сейчас вообще уж там никто не знает, кто такой был Лакин И почему Лакинск называется Многого не знают наши жители У нас, наверное, я не знаю, процентов 40 в городе не знают, что ли есть театр в Лакинске Да, на самом деле Суворов купил имение село Умбл с деревнями в 1776 году Самое время ближе познакомиться прямо сейчас с автором Это Дарья Кузьмичева, она журналист из Орехова-Зуева Она отправила нам свое видео приветствие, давайте смотреть Давайте смотреть Меня зовут Дарья Кузьмичева Более 4 лет я работаю ведущей и корреспондентом на Орехово-Зуевском социальном радио в Подмосковье Любовь к истории и моей малой родине, городу Лакинску Владимирской области Слились воедино в важном для меня творческом фильме о самобытности, культуре, ткацких и театральных традициях небольшого города Более полугода я интервьюровала людей, изучала архивы, работала над концепцией И теперь с уверенностью могу сказать, что все получилось Я хочу выразить слова признательности и благодарности всему коллективу жюри За то, что оценили мой вклад в информационное развитие нашего необъятного и яркого русского мира С его богатейшей историей, которую важно и нужно приумножать А всем участникам конкурса хочется пожелать успехов, вдохновения и, конечно же, новых творческих побед Дарья получает диплом за третье место в номинации приз зрительских симпатий И специальные подарки от телерадиокомпании «Русский мир» и наших партнеров издательства АСТ И чайной мастерской «Шаман Чай» Ну а у нас время переходить к следующему конкурсанту Особое внимание наших зрителей получил сюжет о столетии госархива в Ульяновске А автор работы Эдуард Истомин, журналист и специальный корреспондент филиала ГТРК «Волга» наших коллег Эти кадры навсегда войдут в историю Знаменитый третьяк чистит от пыли архивные документы Делает это с помощью специального прибора Ведь если пыли нет, то и раритет сохранится намного дольше А вот ключевая экспозиция учреждения Ее организовали к вековому юбилею На выставке «История областного архива» Это документальные факты и фото, а еще награды Плюс благодарные отзывы Ведь с помощью архива многие посетители обрели свое генеалогическое дерево Вероника, представляешь, работа Эдуарда набрала свыше двух с половиной тысяч просмотров А также Эдуард прислал нам свое видеообращение, видеоприветствие Давайте посмотрим Здравствуйте, глубоко уважаемые организаторы международного конкурса и жюри Сердечно благодарю вас за возможность попытать счастье в авторитетном творческом испытании Быть корреспондентом русского мира для меня огромная честь Потому как это возможность попасть в историю Ну а стать победителем престижного конкурса Это фактически обрести свое творческое бессмертие На телевидении работаю почти 20 лет Деятельность журналиста, как правило, многогранна Это не только острые социальные репортажи или официальные материалы Но и сюжеты, которые так или иначе связаны с нашими корнями А они глубоко вросли в русский мир и тесно переплились с его наследием Не случайно мной были посланы на конкурс репортажи, которые связаны с нашей историей, культурой, искусством и традициями Очень приятно, что один из моих материалов, где героем стала наша русская легенда Владислав Третьяк Попал в лидера по числу просмотров на платформе YouTube Хотелось выразить свою благодарность профессиональному жюри конкурса Это люди с высокой буквы, мнение которых дают для нас толчок к дальнейшему творческому развитию Это личности, которые пользуются небывалым авторитетом в профессиональной среде Это высокоинтеллектуальные знатоки русского мира Ну и в заключение хочу пожелать всем участникам конкурса счастья, здоровья, а еще жизненных успехов Думаю, что их решение участвовать в популяризации русского мира вызывает глубокое уважение Надеюсь, что все мы вместе продолжим это благородное дело И на ниве нашего общего труда появятся хорошие всходы Еще раз благодарю и спасибо за внимание Думаю, самое время представить работу, которая набрала больше всего просмотров И понравилась нашим зрителям больше всего Ее посмотрели более трех тысяч человек Давай посмотрим фрагмент из этого сюжета Какая прекрасная погода Обожаю эту жизнь Время сенна И его нужно использовать в спозу А сейчас я хочу пофантазировать на тему Моя будущая профессия Добрый день, уважаемые студенты Доброе поздраво, преподавание Как у вас дело? Спасибо, отлично, а у вас? Спасибо, хорошо, а у вас? Спасибо, у меня все хорошо А автор этой талантливой работы Прекрасная девушка Девушка из жаркой Турции О которой можно только в январе мечтать нам с тобой, Сереж Давай помечтаем Элиф Аздемир Она мечтает стать учителем русского языка И уже давно изучает русскую национальную культуру Впрочем, пусть она сама о себе прямо сейчас нам все и расскажет Мы помечтаем о Турции А она мечтает о России Прекрасно Да? Давай посмотрим Меня зовут Элиф Аздемир Я турчанка Задуя Танасия фонда русской мир Я познакомилась с Турческой олимпиадой в 2019 году И благодаря студентам ческому молодежному фестивалю в Китане С тех пор участвую в всех мероприятиях, которые организуют русский мир Чему я очень рада Итак, Элиф занимает первое место в номинации приз зрительских симпатий И что? Почетный диплом ее ждет и экшн-камера Sony Набор отчаянной мастерской «Шаман чай» и книги от издательства «АЭС» Перед тем, как мы перейдем к объявлению победителей в радиономинациях Я всем предлагаю посмотреть видеоприветствие в адрес участников наших дорогих победителей нашего конкурса От генерального директора Академии радио Светланы Викторовны Устиновой Уважаемые коллеги и участники конкурса Рада приветствовать вас на четвертом международном телевизионном и радиоконкурсе Корреспондент русского мира 2020 Который в очередной раз подчеркнул важность и заинтересованность Большого круга журналистов в популяризации русского языка Организатор конкурса телерадиокомпания «Русский мир» на протяжении уже 13 лет является уникальной площадкой Объединяющей многомиллионный русский мир и продвигающей русскую культуру И этот конкурс не стал исключением Несмотря на сложный год, на конкурс было подано порядка 500 работ из 30 стран Что непременно подчеркнуло актуальность выбранных тем и желание конкурсантов заявить о себе Особенно хочу отметить номинации для радиовещателей За развитие русскоязычного радиовещания в мире и «История одной судьбы» И поздравить их заслуженной победой Желаю всем участникам творческих успехов и крепкого здоровья Академия радио дорожит многолетней дружбой с телерадиокомпанией «Русский мир» И надеется на продолжение сотрудничества Генеральный директор Российской академии радио Устинова Светлана Викторовна Ну что ж, мы переходим к первой номинации За развитие русскоязычного радиовещания в мире Здесь оценивается вклад радиостанции в развитие русскоязычного радиовещания в мире Охват вещания учитывается, программа о культуре и русском языке Также об истории и традициях Это очень важно Начать награждение в этой номинации мы хотим с радиостанции Благодаря которой русскоязычные детки, дети билингвы По всему миру изучают русский язык Да и просто слушают красивую, правильную русскую речь Как вы уже догадались И мы догадались Наверное, что речь идет о детском радио Наша съемочная группа побывала в гостях у коллег в редакции И лично поздравила коллектив радиостанции с этой победой Здравствуйте! Меня зовут Мирослав Залевский А меня Марк Софьян И сегодня мы проведем экскурсию по детскому радио Программы этой удивительной радиостанции впервые появились в эфире 25 декабря 2007 года Запуск стал по-настоящему символическим накануне 2008-го Который был объявлен президентом России годом семьи Хоть радио и называется детским Поверьте, здесь все по-взрослому И уж тем более подготовка к эфиру Едем на машинке Собираемся сначала ехать в горку Тренируем язычок Еще раз Вот уже 13 лет радиостанция остается лидером в сфере детского вещания Круглосуточно здесь звучат радиоспектакли, детские песни, аудиокниги А также занимательные программы для детей и их родителей Услышать детское радио можно на ФМ-волнах 36 самых крупных городов России А также через платформу интернет-вещания Что позволяет слушать радиостанцию и за рубежом Коллекцию наград в престижных журналистских конкурсах пополнила еще одна победа коллектива Которая, как признается главный редактор, стала особенной Ну что же, мы благодарим всех организаторов конкурса за эту высокую награду В номинации за развитие русскоязычного вещания в мире Для нас это очень почетно Это означает, что все наши усилия в том, что в эфире должно звучать точное слово И правильный русский язык, эти усилия видны и заметны Спасибо, конечно, всем нашим слушателям и в России, и за рубежом За то, что вы слушаете детское радио, и благодаря вам эта победа в этой номинации стала возможна Для специального корреспондента детского радио Марка Софьяна победа в нашем конкурсе очень значима Ведь он считает, что работа корреспондента Очень тяжелая Например, когда я брала интервью на ТЭФИ Было очень сложно задавать вопросы людям Придумывать эти вопросы Для того, чтобы стать сотрудником детского радио Нашим юным коллегам пришлось пройти серьезный кастинг И порой казалось, что мечта – это что-то из области фантастики Что до победы еще так далеко В этот момент совершенно неважно, какого возраста Главное Верьте в чудеса И все у вас обязательно получится Так же, как и у этих ребят Что ж, пора озвучить имя еще одного победителя Это радиостанция с очень красивым таким Веет сразу запахом озера Байкал Услышать Байкал можно, находясь на лазурном побережье Франции В Лондоне и в Италии Предлагаем вам познакомиться с основателем этой радиостанции С подвижником Александром Тюниковым Мне очень приятно получить награду Честно говоря, я уже думал, что про нас забыли Что мы там вещаем за рубежом в России Я считаю, что русскоязычное радио в Европе и в мире Это очень важное явление Это важно для людей, которые там живут Это важно для людей, которые живут здесь Которые приезжают туда И мы часто получаем всякие отзывы От людей, которые живут там Которые благодарны нам за нашу музыку За наши программы За нашу поддержку их, так сказать, при жизни в мире И в Европе, и вообще Поэтому я искренне рад Это очень волнительно и благодарен За то, что наш труд домечен и виден Еще одна радиостанция награждается За развитие русскоязычного радиовещания в мире Это крупнейшая и навещательная радиокомпания Голос Вьетнама Мы переходим к финальной части, Вероника Нашей торжественной церемонии награждения Перед этим давайте, пожалуйста, посмотрим Еще одно видеоприветствие Так что все внимание на экран Давайте посмотрим Уважаемые коллеги, победители, участники, номинанты Конкурса «Корреспондент русского мира» Разрешите поприветствовать вас от имени Российской Академии Радио Российская Академия Радио Это фонд, который объединяет всех лидеров Российского радиовещания Национальные радиостанции Их руководителей Их специалистов, программных директоров Мы занимаемся развитием радиовещательной отрасли в России Защитой ее интересов Продвижением в условиях сегодняшней меняющейся обстановки Мы очень высоко оцениваем ту работу, которую проводит Телерадиокомпания «Русский мир» В деле, с одной стороны, и продвижения российской культуры Российского имиджа среди наших соотечественников И, с другой стороны, с точки зрения поддержки Всех вещателей, которые продолжают работать на русском языке За пределами нашей страны Конечно, мы живем в очень непростое время Конечно, и пандемическая ситуация И мировые неблагоприятные тенденции в экономике Да и, наконец, цифровая революция Которая изменяет способы потребления нашего с вами Телевизионного и радийного контента Заставляют нас всех искать и новые формы И новые подходы И новый креатив И новых людей Конкурс, который производила телерадиокомпания «Русский мир» В том числе позволяет Не только оценивать наиболее профессиональные работы Но и выявлять, условно говоря, и воспитывать новые таланты Что сегодня очень важно Сегодня очень важно, чтобы на радио Чтобы в телевидение приходили бы новые люди С новыми идеями и с новыми подходами Мы надеемся, что этот конкурс вносит свой вклад и в этот Но эти работы, на самом деле, предстоит довольно большая Конечно же, русскоязычный контент Который сегодня, естественно, в большей части востребован в пределах нашей страны Нужно, чтобы как можно больше людей Которые говорят по-русски, считают язык родным Или которые изучают язык Чтобы они имели возможность Легкого, правильного, быстрого и интересного доступа к тому контенту Который сегодня на русском языке производится Как внутри страны, так и за ее пределами Мы со своей стороны, как Академия радио Готовы оказывать все необходимое содействие И методическое, и с помощью обучения И предоставлением каких-то своих возможностей и платформ для распространения лучших материалов Которые производятся сегодня людьми Которые связывают свою жизнь с телевидением И связывают свою жизнь с аудио Еще раз приветствую всех участников и поздравляю победителей Предлагаем вашему вниманию Знакомиться с победителями в заключительной номинации Истории одной судьбы Сюда вошли радиопрограммы о жизни и удивительных историях наших соотечественников Сереж, предлагаю начать с третьего места Бронза получила у нас работа О взаимоотношениях России и Сирии Живая связь времен Вот так называется Материал Елизаветы Павловой из Москвы Итак, Елизавета журналист И работает на радиостанции «Спутник» И специально для конкурса она записала видео Приветствия и видеообращения Давайте посмотрим Я хотела бы поблагодарить всех членов жюри и организаторов Четвертого телевизионного и радиоконкурса «Корреспондент русского мира» Огромное спасибо фонду «Русский мир» За популяризацию русской культуры и русского языка во всем мире Вы знаете, известный французский археолог Андре Пару сказал Что у каждого человека две родины Одна родина – это там, где он родился А вторая – это Сирия, которая по праву считается колыбелью Не только христианства, но и многих цивилизаций Помимо этого, между Россией и Сирией Очень много пересечений в совершенно разных областях Отношения наших двух стран имеют многовековую историю И как раз в своем проекте я хотела рассказать Об этой совершенно удивительной живой связи между Россией и Сирией Итак, сюжет «Россия и Сирия. Живая связь времен» получает третье место в номинации «История одной судьбы» А к Елизавете опять отправляется, не опять, а снова И, я думаю, еще отправится не один диплом и куча подарков от наших партнеров А мы еще раз поздравляем и продолжаем Мы готовим вам прямо сейчас представить имя нашего серебряного призера Второе место занимает редактор телерадио компании «Балтийский берег» Николь Почти моя тезка Николь Шклярская Ее материалы рассказывают о судьбе легендарного атомщика Михаила Владимировича Шавлова Друзья, вы знаете, Николь это очень интересная, творческая и разносторонняя личность Как признается, она сама больше всего в жизни, ее привлекает профессия писателя Это очень почетно Удивительно, но девушка работает не только редактором, но и, кем это думает, свадебным стилистом Вот, фотографом, а также мастером аквагрима Талантливый человек, талантливый во всем Ты умеешь аквагримом заниматься? Нет Молодец, я тоже Но мы научимся сейчас многому Не терпится уже познакомиться, давайте посмотрим на Николь Давайте Добрый день, коллеги Для меня большая честь сегодня быть частью такого праздника Прошедший 2020 год удивил нас всех и заставил по-новому взглянуть на мир В том числе и на русский Однако, благодаря коренному изменению в его устройстве Сейчас мы учимся держать связь на расстоянии Причем, неважно каком, будь то полтора метра или десятки тысяч километров Все мы являемся частью одного большого творческого сообщества И именно на нас лежит ответственность за создание правильного настроения Ежедневно, среди миллионов новостей со всех концов земного шара Мы находим нечто прекрасное, что стоит донести людям Например, это может быть судьба одного удивительного человека На глазах которого и зародилась атомная отрасль Но конкретный сюжет не важен, ведь тематика может быть абсолютно любой Самое главное, что каждый материал отвечает завету Николая Некрасова И сеет разумное, доброе, вечное Я думаю, что этот факт не укрылся от внимания уважаемого жюри Чья работа заслуживает отдельной благодарности Потому что оценивать творчество объективно – это невероятный труд Так что сегодня праздник не только у призеров, но и у судей Ведь все серьезные решения остались позади Впереди только приятное общение и подписание дипломов С чем я всех нас и поздравляю! Николь Шклярская занимает у нас второе место Еще раз поздравляем! Номинация «История одной судьбы» Конечно, она получает диплом и подарки Какие подарки? Конечно, диктофон, зум Очень нужная, полезная вещь Набора чайной мастерской «Шаман чай» Для уютных вечеров с чашечкой горячего чайку И книги от издательства АСТ Ну что же, друзья, пришло время подвести финальные итоги Я, наконец, готов озвучить, кто стал победителем в номинации «История судьбы» Итак, золото получает в номинации «История одной судьбы» Первое место Юлия Паксюткина ГТРК «Мордовия» Золото получила работа о нашем соотечественном, который, будучи еще 19-летним парнем, воевал в Афганистане И, несмотря на тяжелое военное положение, он не предал свои идеалы, а сохранил главные человеческие качества Замечательная талантливая работа Автор Юлия Паксюткина Она корреспондент службы радиовещания ГТРК «Мордовия» Давайте посмотрим сюжет Да Добрый день, уважаемые коллеги Прежде всего, хотелось бы поблагодарить организаторов за то, что работы нашего скромного коллектива, коллектива «Радио Мордовии» Были замечены и оценены в конкурсе «Корреспондент русского мира» Лично я благодарю членов жюри за поддержку и высокую оценку моей работы о нашем земляке, ветеране Афганской войны, Валерии Тужилине И, безусловно, необходимо отметить еще и то, что стезю журналистики я осваиваю совсем недавно И этот конкурс стал неким первым признанием того, что я двигаюсь в правильном направлении Думаю, что как и для меня, так и для всех участников это определенный стимул, который вызывает желание трудиться еще более эффективнее Искать новые темы, новые формы и приемы нашей работы Особенно в такое непростое время, когда мы все оказались немного разобщены и в стесненных обстоятельствах И, конечно, я благодарю коллектив «Радио Мордовии» за помощь и поддержку в подготовке к конкурсам И всем участникам желаю творческих успехов и реализации самых неожиданных идей Спасибо! Ну что ж, друзья, поздравляем Юлию с безоговорочной победой в номинации «История одной судьбы» В республику Мордовия мы отправляем почетный диплом и, конечно же, подарки Подарки — это экшн-камера Sony, набор отчаянной мастерской «Шаман-чай» и книги обязательства «Аиста» Ну а теперь немножечко грустно будет, потому что на этом наша торжественная церемония награждения Победителей четвертого телевизионного и радиоконкурса «Корреспондент Русского мира» подошла к концу Друзья, мы очень всех благодарим, всех, кто принимал участие Вы все молодцы, все победители Друзья, Вероника, мы на этом пока не прощаемся с вами А приглашаем всех вас на тематическую журналистскую смену онлайн Русскоязычные СМИ в глобальной медиа-среде Вот так вот, которая начнет активную работу уже завтра Это точно, присоединяйтесь, друзья, обязательно Вас ждут очень интересные лекции, мастер-классы от известных журналистов В общем, все подробности смотрите на нашем сайте www.ruskimir.ru Друзья, это все время с вами были очаровательная журналист, красавица Вероника И не менее очаровательный мой коллега Сергей Спасибо большое, спасибо, что были с нами Смотрите «Русский мир» И добро пожаловать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!